Всем доброго времени суток! Всем привет! Сегодня мы приготовим очень интересное и вкусное блюдо, а главное из самых простых продуктов. Давайте приготовим! Итак, отмеряю 2-3 ложки майонеза. Я возьму 3 ложки, это примерно грамм 150. Вот видите, одна ложка у меня 50 грамм. Я просто показываю, иногда я вам говорю, что всего 150 грамм. То есть я положила 3 ложки. Отправляю сюда 4 яйца. У меня яйца крупные, если мелкие, возьмите 5. Хуже не будет. Возьму пол чайной ложки соли, меняю блендер на венчик и начинаем все взбивать венчиком. Взбиваем минутки 2-3. Для омлета мы подготовились, сейчас мы будем впекать тонкий омлет. Так, я взбивала ровно 2 минутки. Этого достаточно. Видите, все, масса увеличилась. Для нашего блюда, так сказать, я взяла картошку, морковку, свеклу. Свеклы у меня 300 грамм. Картофеля у меня 200 грамм небольшие. Отварила в мундире, как видите. И потом очищаю. Варила минут 20. Картофель долго не варила, чтобы не переварить. Смотря какой картофель, конечно, смотрите. Бывает и за 15 минут разваривается, а бывает и за 30 не сваришь. Сварили в подсоленной воде. Морковочку тоже варила минут 20. Не перевариваем. Тоже очистили. Свеклу варила минут 40. Итак, у меня вот тут 200 грамм, а вот тут небольшая 100 грамм. Я перережу вот так пополам. 250 грамм свеклы. Вот этого будет достаточно. Вот этот кусочек можно съесть, ну или отправить в омлет. И одну селедочку большую я уже заранее почистила. Теперь беру вот этот кусочек свеклы, которую я ранее оставляла. Это все у нас в начинку пойдет. А вот этот кусочек я натру прямо в тесто. Этого не обязательно делать, но так как у меня осталось кусочек свеклы отварной, я сюда отправлю все, в омлет. Духовка уже нагрета 180 градусов. И теперь начинаем все это перемешивать. И мы сейчас испечем тонкий омлет. Все подготовили. Беру противень, смазанный маслом, пергаментным листом застелено. И выливаю вот таким вот образом. Чуть-чуть разровняем, чтобы ровный квадратик у нас был. Особо не растягиваем, просто подровняем, чтобы ровненько было. Сколько вот потекло, то потекло. Мы его не растягиваем на весь противень. Противень у меня 30 на 40, но я вот сколько получилось у меня, 30 на 20 примерно. Отправляю в духовку 10-12 минут. И ставлю на вторую сверху примерно. У кого-то это будет вторая сверху, у меня Витя. Чуть выше, чем посередине. Духовка 180 градусов, выпекаем минут 12. Этого будет достаточно, 10-12 минут, не больше. Морковку, свеклу и картофель будем натирать на терке. Подготовили. А вот рыбку мы сейчас нарежем. Меренько. Убедитесь, что косточки вытащили, все нормально. Вот такие кубики маленькие. И так всю селедочку нарежу. Подготовим листики для украшения. Лучок зеленый я нарежу. Грамм 30. Можно репчатый. У меня тут немного зеленого. И так наш бисквит почти готов. У меня 12 минут прошло. Переворачиваю вот такие бутылки на другой пергаментный лист. Аккуратно снимаю пергаментный лист сверху. Тут главное не пересушить и не передержить. У меня ровно 12 минут было. Можно было и 11 минут выпекать. Все, снижаем. Омлет остывает быстро. Дадим немножечко еще остыть, чтобы он совсем такой тепленький был. Беру майонез. Буквально несколько полосок вот так сделаю. Кисточкой промазываю. Натираю картофель. Второй картофель тоже натираю. Все разровняли ровненько. И совсем, как видите, до конца я прям на одну ладошку не раскладываю. Таким образом удобнее его замотать, лепить. Делаем тонкий слой майонеза. Вернее, сеточку. Вот так. Можно белочкой придавить. Сильно не прижимаем, чтобы не потянулась картофель с вилкой. То есть уплотняем, уплотняем. Все отлично. Выложу селедку. Разровняли ровненько. Сделаем тонкий слой майонеза. Натираю теперь свеклу или морковку. Тут уже, что вы хотите. Все ровненько надо разложить. Ровненько, особенно по краям, чтобы не было, так сказать, совсем пустот. Можно ручком пересыпать. Майонезную сеточку. Натираю морковку. Также на крупной терочке. Делаем еще майонезную сеточку. Достаточно. Теперь аккуратно все вот так вот вилочкой прижимаем, аккуратно тянем. Так нам надо уплотнить немножечко, чтобы было легче все это свернуть. Дадим пропитаться буквально немного. И будем нарезать, подавать на стол. Готовьте, пробуйте. Теперь берем вот таким вот образом и сворачиваем рулет. И дальше идем аккуратно. Прижимаем чуть-чуть, не сильно. Потягиваем к себе, чтобы слепить себя наш рулет. Вот эту полосочку майонезную сделаем. Так далее. Аккуратно. Чувствуем руками, прижимаем, выдаем форму. Вот так вот прижимаем. Так далее до конца. Вот эти края. Поправим. Заворачиваем бумагу, подтягиваем. Берем второй край. Переворачиваем рулет. Заворачиваем, вернее, этот лист не стереть, чтобы было все чистенько. И заворачиваем. Вот так. Возвращаем обратно его. Подтягиваем. Все. Замотали его. Уберу на поднос. Вот так вот. И уберу в холодильник. Ненадолго. На часик-полтора. У нас прошло часа полтора. Все. Достаем, нарезаем и подаем на стол. Всем спасибо за комментарий, за лайки, за ваши добрые пожелания. Ну а рецепт, как всегда, под видео в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дам-дап-дап-дап-дап-дап-дап-да. Ой, диск G Слунь, T jamais Да, диск G Слунь, T va. Джон, от мист, дам-дап-дап-да. Оль, диск G Caны, Alex Bandorzok Э. Идам-дап-дап-дап,がー şey, за рецепт car and lorditark Ой, да-м, 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 да Играет музыка Ну а кому понравилось, ставим лайк и подписываемся на мой канал Не забываем чуть-чуть колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео Ну и всем пока-пока!